Мы предлагаем вам познакомиться с этим спортсменом. Борьба это, наверное, жизнь моя пока. Посмотрим, как пройдет, что получится. Я ничего не умею, я даже гвоздь не могу забить нормально. Что завтра будешь делать? Тренироваться. А что послезавтра опять тренироваться? Ну сейчас пока мне это нравится, получать это удовольствие. Вот поехал на тренировку, потренировался хорошо, пришел, чтобы рожа красная вся побитая, знаешь, и такой лег, и, наверное, вот то же самое чувствуешь, когда наркоман от хорошей такой дозы. Возможно, зря уж так строго относятся к себе бывайса с Айтиев, или как ласково прозвали его друзья Гусик. На мой взгляд, это скорее плюс, нежели минус. Быть настоящим профессионалом хотя бы в одном деле уже неплохо. Но, как оказалось, его спортивная карьера могла закончиться, едва начавшись. Как страстный сон вспоминает он чемпионат Европы 95-го года, а точнее подготовку к нему. Тогда Айтиев только начинал утверждаться, как борец в компании взрослых. И, можно сказать, делал первые шаги в своей спортивной жизни. И вот, когда до старта вставали считанные дни, как в шаг холодной воды прозвучал вердикт медицинской комиссии. Я стою рядом, и мне прямо вроде бы только жить и жить. А мне, ну, вы можете его обратно в гробу привезти, и после этого мне будешь бороться. Я говорю, буду, наверное. Но я себя чувствую превосходно. Ну, хорошо, если чувствую, но как руку к сердцу приложу, оно стучит не так, как у людей. Там что-то через два удара, там через три, там где-то пропускается удара, ну, что-то какое, короче, бардак какой. Вот. И аритмия такая нехорошая. И говорят эти профессора, что мне не надо к тебе ехать, короче. Насколько жестоким и бесчеловечным нужно быть, чтобы вот так, прямо в лицо, объявить о невозможности продолжать заниматься любимым делом. И это в самом расцвете сил. Бу-Вайса при малейшей одышке подумывал о том, что место его на больничной койке. Поверили все. Нет, все, кроме одного. Опыт его тренера, Дмитрия Георгиевича Мендиашвили, подсказывал. Подобная аритмия явление распространенное в переходном возрасте. Аккуратно, под наблюдением врачей, он вел своего ученика, помогая ему не бросить любимое дело. И хорошо то, что хорошо кончается. Нет, не просто было вновь поверить в себя. И переломным стал прошедший чемпионат мира. Ну вот после чемпионата мира появилась, конечно, уверенность, что-то такое вот. Ну вот я по-настоящему так почувствовал себя, что ну вроде я могу сейчас бороться с ними. Сейчас Бувальса с одним из братьев живет в Красноярске. Они предпочитают в комфортабельной квартире спортивные общежития. Чувствуя себя среди единомышленников более уютно. Что бы ни говорили, белой вороной смотришься. Или может черной, если бы белая. Чувствуя, что ты нет. Это интервью, этот сюжет мы готовили ровно три года назад перед Олимпийскими играми в Атланте. За это время многое изменилось. В частности, изменился сам Бувайсар и его характер. Сменил он тренера. Ну, обо всем по порядку. Сейчас мы предлагаем вам не финальную встречу, а посмотреть, что это за борец на его мастерство. Это одна из предварительных схваток. Давайте понаблюдаем, попытаемся разобраться, чем же силен, чем же отличается этот спортсмен от других. В нем действительно есть некая уникальность. Сайтинг считается действительно уникальным борцом, с уникальной пластикой, с уникальным набором приемов. Это борец, которого в нашей сборной и небеспочно считают не то, что главным претендентом на золотую медаль в Сиднее, а считается, что медаль ему, в принципе, можно отдать уже прямо сейчас. Думаю, с этим согласны и борцы из других стран, выступающие в этой же весовой категории. Бувайсар трижды признавался лучшим борцом планеты. Он не проиграл ни одного крупнейшего соревнования и вообще ни одной схватки. Правда, в последнее время, по свидетельству его знакомых, говорят, что Бувайсар несколько изменился. Он почувствовал себя настоящей звездой. Он может не дать интервью, он привык, чтобы его возили всюду на машине, чтобы принимали по высшему разряду. Он привык к сопровождению. Он привык, когда вокруг него люди толпятся, зрители, поклонницы. Это все-таки отразилось на его характере. Ведь еще вот, опять-таки, три года назад он был только начинающим, восходящим борцом. И все-таки, посмотрите, вот все его, будем считать, небольшие минусы, просто ничто по сравнению с его борьбой. При этом стоит отметить, что он стал меньше тренироваться в последнее время. Кстати, перед этим турниром его тренер говорил, что Бувайсар мог бы и чаще ходить на тренировки. И между тем, выиграть у него, по крайней мере, когда смотришь на ковре, такое ощущение не может на сегодняшний день просто никто. Хотя вот насчет никто, мы бы, пожалуй, пока не делали столь серьезное поводу. Дело в том, что у Бувайсара подрос. Вот тот самый младший брат, о котором было сказано в сюжете, который вы видели. Подрос и сейчас наступает в той же весовой категории до 76 килограммов. И если бы у Бувайсара не было бороды, то этих братьев можно просто спутать между собой. Ну, младший тоже отпускает бороду и практически одно лицо. И все-таки мы специально подготовили вот такой нарез, чтобы сейчас мы вам еще предложим посмотреть на его младшего брата Адама, на его технику, чтобы сравнить перед финалом, вот чем же хороши эти спортсмены, чем они, может быть, отличаются, в чем преимущество или недостатки каждого из них. Ну, а сейчас мы передаем слово главному тренеру сборной России. Здесь, кстати, сидители ходят, возле него с табунами люди ходят. Представляете, как? Вот такой парень. А я люблю душевных людей, открытых людей, искренних людей. И тогда с ним можно работать. Я не люблю замкнутых там, которые... Вот так. И у нас понимание абсолютное, вот, абсолютно. Я вот, знаете, очень важный контакт тренера и спортсмены. Когда покойный Иван Сергеевич боролся в Монреале на Олимпийских играх в 1976 году, 35 тысяч зрителей, там такой рев, и он видел, и слышал мой голос, и видел меня. Вот так. Я говорю, и пошел. Так и это, он все слышит, управляемо, уникально. Как течи выполняют то, что ему говорили. И на треневке, и на соревновании. И, конечно, все встретили. Да, у него много таких, ну, мужчинских, дух у него. Ну, его сломить невозможно морально, бесполезно. Он с любого положения выкрутится. Вот умрет, но вылезет. Он обязательно в любом действии становится победителем, понимаете? Это очень важно. В каждом действии победитель, значит, в схватке победитель. Вот, интересно очень, очень интересно.